У Путина появился конкурент. Подвинуть диктатора может бывший кремлевский повар и основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин. Пропагандисты уже говорят о том, что в Кремле нужно менять власть. При нынешнем политическом режиме нам не светят вернуться в Европе. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит эту историю с Украиной. И выстроить нормальное отношение с европейскими странами. Все встанет в свои места. Неужели под Путиным зашатался трон? Может ли повар руководить страной? Способен ли он сделать неожиданный поворот событий в России? Социологи компании Russian Field провели исследование о президентских выборах в России 2024 года. В нем задали открытый вопрос, кого россияне готовы поддержать на выборах. Респонденты сами называют фамилии, а не выбирали из списка. Чуть более 30% опрошенных назвали Путина. Еще 28% затруднились ответить. Но самым популярным кандидатом после нынешнего хозяина Кремля стал Евгений Пригожин. Хотя его уровень поддержки всего 2%, но он опережает даже оппозиционера Алексея Навального и покойного Владимира Жириновского. Пожалуй, последние месяцы Евгений Пригожин почувствовал определенный кураж. То есть все, что он говорит, очень цитируется. У него явно растет поддержка. Его действия и заявления одобряют очень многие граждане России. И это влияет на то, что он становится главным комментатором и, возможно, главным публичным политиком России. Потому что публичная политика в России давно забетонирована, нет оппозиции, нет политических дебатов. И вот появление такого феномена человека, который может делать политические заявления, да еще облекая их довольно понятную форму, это вызвало интерес. Тем более, наверное, последним подобным политиком до Пригожина был покойный Жириновский. Пригожин обрел популярность из-за того, что начал открывать глаза россиянам на те факты, которые Кремль всячески скрывал. Например, в интервью российскому пропагандисту Долгову, главарь ЧВК Вагнер фактически признал, что полномасштабная война против Украины для России является захватнической, а для украинцев справедливой. Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. И как-то у нас все вот не складывается. Евгений Пригожин рассматривает свое какое-то там мнимое будущее после Путина, каким оно будет. И он уже сейчас формирует эту собственную политическую основу. Я вообще не удивлюсь, если в один прекрасный момент Евгений Пригожин присоединится к русскому добровольческому корпусу или там еще к каким-то организациям примкнет к ним, будет создавать собственные организации подобного толка и освобождать части России от путинского этого режима и путинского тоталитаризма. Я абсолютно не исключаю подобных сценариев, потому что Евгений Пригожин предполагает, что его будущее может быть более дальним и более долгим, нежели будущее Путина. И поэтому он строит собственный, даже политический, не побоюсь этого слова, имидж. Пригожин дальше критикует российскую армию министра обороны Сергея Шойгу. Хотя ему угрожают государственные измены, если он не прекратит шантажировать Минобороны. Евгений Пригожин достаточно самостоятельный человек в принятии собственных решений. Он уже давно не просто марионетка Путина, он самостоятельный, более или менее автономный политический игрок на российском поле. Именно поэтому он себе и позволяет говорить про Шойгу, Герасимова, то, что он говорит. И он как минимум показывает себя альтернативой Шойгу, Герасимову и остальной этой генеральской клике, которые пороху нюхали, в лучшем случае, еще при Советском Союзе. Вот в этом я полагаю, что и являются его основные сейчас публичные действия. Кремлевский повар фактически признал провал так называемой военной спецоперации по как минимум двум главным целям. Он прямо сказал, что результат Кремль получит противоположный. Да, деноцификация, да? Таким образом, деноцификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. И это как, я не знаю, как греки во времена процветания Греции, как римляне были во времена... Легитимизировали. Абсолютно верно. Они легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Это что касается деноцификации. Теперь, что касается демилитаризации. Вольной вопрос. Вольной, да. Если у них было на начало спецопераций условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, и теперь умеют воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее домилитаризировали? Получается, что наоборот, Нью-Йорк. Хрен знает, как милитаризировали. Но я думаю, что украинцы сегодня. Это одна из сильнейших армий. Высказывания основателя ЧВК Вагнер явно идут в разрез позиции Кремля. Путин готов воевать до последнего. Рот Путина Песков заявляет, что Россия выступает против замораживания войны в Украине и намерена добиться своих целей военным или другим доступным способом. А Медведев и вовсе прогнозирует, что война в Украине затянется на десятилетия. В поведении Евгения Пригожина есть несколько слоев. Один и, возможно, самый примитивный – это противостояние между башнями Кремля. Это попытки заменить, снять свои должности министра обороны, руководителя генерального штаба, поставить туда представителей других групп влияния. Но это самое простое объяснение. В попытках достижения этой цели проявился следующий слой. То есть Пригожин стал публичным политиком и Пригожина поддерживает довольно значимую часть россиян. Это вот так называемые растяженные патриоты, ура-реваншисты или как бы их ни называли. То есть это те, которые считают, что Кремль воюет слишком мягко. Можно воевать жестче, надо воевать до победного последнего конца. И эти люди искали себе публичного лидера. Несколько ура-патриотов претендовали на эту нишу, но не у всех получалось. И на сегодня в таком кастинге на главного российского реваншиста пока лидирует именно Евгений Пригожин. Еще Пригожин публично назвал число потерь российской армии в Украине. По его словам ЧВК Вагнера, только в Бахмуте потеряло по меньшей мере 20 тысяч человек. Из них половина были заключенными, завербованными в российских тюрьмах. Это признание затмило все попытки России представить захват города как победу. Российские военкоры ухватились за эти данные, сместив акцент дискуссии со споров о целесообразности захвата Бахмута на усиленные спекуляции вокруг заявленных потерь. Даже террорист Игорь Стрелков-Гиркин предположил, что реальные потери могут быть гораздо выше. Пригожин повторил ровно то, что я говорил зимой и осенью прошлого года, когда, собственно, началось наступление на Бахмут и Солидар. И за что, кстати говоря, на меня вырушивался поток критики, в том числе нецензурной, со стороны того же самого Пригожина. Но сейчас это сказал сам Евгений Викторович, а он у нас, как известно, величайший военный стратег, и сложно с ним не согласиться. Бахмут изначально не имел и не мог иметь никакого стратегического значения. Российские сторонники войны считают, что для победы в Украине Россия должна стать тоталитарным режимом по образцу Северной Кореи и закрыть все границы на определенное количество лет. Пригожин выступает за крайние радикальные политические подходы к войне в Украине, чтобы противопоставить себя попыткам Путина уклониться от рискованного подхода к войне. В отношениях Пригожина и Кремля важно перейти или не перейти определенную грань. С одной стороны, Пригожину позволено критиковать, позволено делать то, что не позволено почти никому другому в России. И его партнеры, друзья, кураторы, как бы ни назвать, пока что покрывают его и не позволяют решить проблему Пригожина. По некоторым слухам у Пригожина нормальный рабочий контакт с Юрием Ковальчуком, который, естественно, один из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина. Но перейдет ли ту грань Пригожин, когда из контролируемого критикана он станет независимым политиком, и, собственно, его собственная популярность среди населения станет угрозой Кремлю, вот это довольно интересный вызов. И на определенном этапе он действительно может выйти из-под контроля и возомнить, что это его популярность, это его личная заслуга, а не то, что это ему разрешили из Кремля. По мнению аналитиков Американского института изучения войны, в целом Евгений Пригожин пытается утвердиться в России в качестве тоталитарной фигуры, которая якобы способна достичь военной победы в Украине. Он призвал к ведению всеобщего военного положения в РФ, к нескольким последовательным волнам мобилизации и широкомасштабной экономической мобилизации российской промышленности для спасения России. Более того, главарь наемников предрекает нехорошее будущее для России. Это раздвоение, оно все, чем может закончиться, это как в 17-м году эволюции, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч, родственников убитых, наверняка будут сотни тысяч, мы этого не было не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение во Фламеева ночь. Политологи считают, что популярность Пригожина ситуативная и отнюдь не конвертируется в доверие граждан. Желание голосовать за кремлевского повара сравнимо с опцией голосовать против всех. Мол, его все равно не изберут. В основном, будущее Евгения Пригожина будет зависеть от общеполитической ситуации в России. Если личная власть Путина и данная конструкция политического режима в России будет сохранена на многие годы, в том числе с проведением неких похожих на избирательные процессы в 2024 году, тогда максимальный потолок карьерных амбиций Пригожина – это занять нишу Жириновского. Возможно, даже завести некую партию в Российскую Государственную Думу и именно репрезентовать там голос глубинных россиян, которые будут требовать реванша, новой войны против Украины, показывать кукиши Западу и делать другие апатажные действия. А если же в России будет происходить смена власти в тот или иной способ, в силу тех иных обстоятельств, то здесь уже Пригожин может выбрать собственный проект и уже выступать как самостоятельный игрок в борьбе за наивысшую власть России. В непростой ситуации оказался и нынешний хозяин Кремля. Ему нужно решить, как поступать дальше с Пригожиным. Использовать верного пса или, пока не поздно, пока повар совсем не озверел, нейтрализовать его. Есть опасения, что верный пес начнет кусать хозяина. Тем более, что шайка головорезов Пригожина все более становится неуправляемыми. В российских новостях все чаще появляются сообщения о преступлениях, совершаемых бывшими наемниками Вагнера. Из оккупированного Лисичанска, например, сбежали несколько десятков вооруженных военнослужащих, состоявших в отряде Шторм-Зет. Все они бывшие заключенные, которые отправились воевать по контракту. Во время побега они убили офицера так называемого Министерства госбезопасности, самопровозглашенный ЛНР, который пытался остановить дезертиров. Таким образом, общество пытается приучить, что на территории страны находятся тысячи головорезов Пригожина, которыми он до сих пор командует. Если в России начнется политическая смута, то каждый козырь будет на весу. Если у группы, которую составляют в основном выходцы или действующие офицеры-генералы ФСБ, есть своя сетка, есть свои методы работы, у армейской группы также есть воинские подразделения, то у группы, которую иногда называют кооперативом «Озеро», не было своих воинских силовых подразделений. Поэтому этот альянс между влиятельным окружением российского президента с одной стороны и человеком, который контролирует десятки тысяч боевиков с другой стороны, этот альянс тоже получит определенные шансы в борьбе за высшую власть. Да недавно Пригожин не трогал Путина. Но в сакральный для диктатора день на 9 мая основатель ЧВК Вагнер выдал пассаж о счастливом дедушке. Он, наверное, забыл, что у Путина кликуха именно дедушка. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка – законченный мудак. Позже главарь наемников отказался от своего комментария. Счел, что косвенно высмеял Путина. Это свидетельствует о том, что пока он осознает свою зависимость от Путина и не намерен противостоять ему. Пока что Пригожина могут использовать для того, чтобы или сбить излишние эмоции в среде европатриотов, или атаковать определенных представителей истеблишмента, которые в силу технических причин не угодны партнерам Евгения Пригожина. То есть то он атакует Беглова в Санкт-Петербурге, то он проводит автопробег в Екатеринбурге славным своими либеральными традициями. И поэтому это пока выглядит как использование штурмовиков для зачистки любых намеков даже на инакомыслие в среде истеблишмента. Но далее же эта машина начнет искать новые жертвы и новых врагов народа. Пригожин уже начал президентскую кампанию, не зная об этом сам. Его образ используют даже его оппоненты. Он не в оппозиции к Кремлю. Он делает все, что ему не запрещает власть. И в отличие от других политических игроков, у него есть преимущество. Он многие вещи называет своими именами. Это начинает нравиться части зазомбированного российского общества. Во-первых, нужно измерить потенциалы. Хозяин ли его лично Путин? Он же лично не общается с Путиным. Второй вариант. Какую роль играют Ковальчуки в создании Пригожина? Ведь Ковальчуки, с одной стороны, создают Пригожина, с другой стороны, например, замглавы администрации Путина Сергей Кириенко тоже считается креатурой именно этих братьев Ковальчуков. И мы видим, какая пикировка со стороны, точнее, атаки на Кириенко со стороны Пригожина. Мне кажется, что страшный Пригожин выгоняет избирателя российского на менее страшного Кириенко. Популярность Пригожина среди ура-патриотов в России растет. В экспертной среде не исключают сценарий, по которому основатель ЧВК может пойти против Путина. Да, он рискует лишиться многого. Но у него есть покровители среди силовых структур, заинтересованных в том, чтобы сместить Путина. Я думаю, что Евгений Пригожин может стать одним из палачей Путина, которые придут и захотят наказать по всей строгости фронтовых правил, ну, как их видят себе расисты, наказать проигравшего диктатора. Ну, собственно, как в российской истории это традиционно и случается. Начинается смута, начинаются центробежные процессы, и бывшие соратники, верноподданные становятся твоими палачами. Недаром же в российской истории все военно-политические лидеры, назовем их так, они все были под охраной. И нередки были случаи, когда охрана превращалась в конвой. Мы это помним даже по октябрьскому перевороту большевистскому. Мы помним это и столетиями ранее. И нет ни одной причины предполагать, что в 21, 22, 23 году и в 21 веке что-то должно пойти вдруг иначе, а не так, как россияне к этому привыкли. В России СМИ запретили упоминать имя Пригожина и ЧВК Вагнер. Соответствующие документы 24 мая разослали всем пропагандистам. Информации о главе ЧВК Вагнер нет и в архиве программ государственных каналов. В Кремле реально начали побаиваться роста его популярности. Евгений Пригожин может быть одним из тех, кто попытается руководить какой-то частью пост России, какими-то их кусочками, частями, осколками этой когда-то большой империи. После успешных действий так называемых диверсантов Белгородской области среди российских пропагандистов начали споры, стоит ли вооружать население в приграничных областях. Но в Кремле боятся, чтобы это оружие не было использовано против него. Это как намек на то, что в РФ рассматривается вероятный сценарий гражданского противостояния властям. В политической деятельности Евгений Пригожин пока новичок, но у него есть команда политтехнологов, которые могут выстроить политическую стратегию. Кроме того, у него есть стая наемников, которая в случае надобности готова будет выполнить любой приказ. И кто знает, как могут развиваться события в России.